Здарова всем, ребята, Акент, и пока на проводе, и сегодня будет очень необычное видео, потому что меня заскамили разработчики. Но перед этим делаю небольшую поправочку, это фейковые разработчики, потому что Excel Bolt выставил лучше меня не банти. Ну а если вы, ребятки, ждёте обновления 0.16.0, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем. На G6, честно говоря, даже не знаю, с чего бы правильно было бы начать данное видео, хотелось бы вам сказать то, что вы часто замечали то, что мне в ВК пишут всякие, типа разработчики, типа, Кент, я разработчик, у меня есть облова. Ну и на стримах часто такое бывает, что какой-то песклявый школьник заходит в дискорд и такой, Кент, я тестер. Так вот, ребята, я всё это понимаю, то, что это всё обычно разводило, это и так всё понятно. Ну теперь, вот эти вот мелкие скамеры вышли на новый уровень. Вы спросите, на какой уровень? Да вы сейчас просто охренеете. Они начали мне звонить. Притом мне просто звонить, они начали наяривать каждый день. Я получаю более 30 звонков и мне все говорят, алло, привет, я тестер с 102. После этого мне начали отправлять сообщение. Вот просто посмотреть, буквально недавно мне тип отправил сообщение. Просто, ребят, внимательно смотрите. Вот, если прочитать это сообщение, я читаю дословно, он писал на английский. Hello, I am a member of a Christmas clan. I am a tester of a new update. Что означает, привет, я являюсь участником Christmas клана. Я тестер нового обновления. Я даже могу скинуть тебе пруфы. Я хочу, чтобы ты меня набрал прямо сейчас и мы с тобой переговорили. Я хочу прямо сейчас при вас его набрать и мы посмотрим, что же он нам скажет. Так, ну что же, этот тестер только что зашёл в сеть вайбере. Я его набираю, но, к сожалению, занято. Он просто-напросто не берёт трубку. И по правде говоря, получается у меня очень странное видео. Я просто вам жалуюсь на то, что мне кто-то наяривает. Ну, понимаете, мне не просто наяривают каждый из них. Мне говорит то, что он тестер. Я уже даже начал думать то, что это реально настоящие разработчики решили меня проруфлить. Но я просто не понимаю, за что мне такое наказание. Я из-за них теперь вынужден поменять симпту. Потому что каждый день и ночью идём мне звонят и говорят, что они тестеры. И готовы мне слить обновление. Это просто трындец. Откуда у них вообще мой номер, я не понимаю. Я, ребятки, обращаюсь конкретно к этой группе лиц, которые ко мне наяривают и мешают мне нормально жить. Во-первых, я из-за вас сменил симпту. Пожалуйста, никогда так не делайте. А во-вторых, я обращаюсь с моим подписчиком. Если вы каким-либо образом узнали мой номер, не надо мне звонить. Потому что это просто трындец. Не надо торгаться в личное пространство. Если вы узнали номер ютубера, забудьте его. Всё, стрейте его с записной книжки. Ребятки, я думаю, что ни для кого не секрет, что обновление будет уже очень-очень скоро. И вам всем интересно, а есть ли какая-либо новая информация про обновление? Да, ребята, есть. И при этом это не просто информация. Это информация именно от разработчиков. Чтобы нам достать эту информацию, нам необходимо зайти в клан тестеров. Ну что же, давайте смотреть. Только, ребятки, не тех тестеров, которые мне звонят круглые сутки даже сейчас, а настоящих. Ну что же, давайте перейдём в него. Давайте, наверное, уясним первое и важное правило. То, что, ребята, обновление на выходных не может выйти. Вы спросите, а почему это оно не может выйти? По одной простой причине. Потому что модерации плеймаркета на выходных не модерируют. И значит, обновление 100% на выходных не выйдет. Значит, если оно не вышло в пятницу, мы его ждём в понедельник. Так, ну что же, а теперь давайте к самому интересному. Это, ребятки, клану тестеров. Ребята, я не просто выбрал именно этот клан. Ну что же, давайте я вам расскажу, что к чему. Если мы перейдём на аккаунт Крисмаса, мы тут видим, что последний раз тестировали обновление какого числа? 13 июля. Теперь я перехожу в аккаунт ниже, он тоже в сети. И тут я вижу то, что режим напарники 2 на 2 тоже последний раз тестировали 13 июля. Что же это означает? Это означает, что тест режима напарники окончен. И он прошёл его успешно. И значит, режим напарники уже на 100% готов. И остаётся всего лишь ждать деталей. Значит, обновление будет уже вот-вот-вот, прямо скоро. Но теперь самое интересное. В этом клане есть один крайне необычный человек по имени Крисмас. Если мы захотим посмотреть его профиль, нам выдаст ошибку. Ошибка запроса пробуйте, пожалуйста, позже. Я пробовал позже. Я пробовал даже с телефона. Но всё равно была эта ошибка запроса. И я вам, ребята, скажу только одно. У меня такое ощущение, что разработчики нам не хотят палить кое-какую информацию. И я не могу зайти на этот аккаунт. Не знаю, пробовали ли мои подписчики, никто не может. Возможно, к моменту выхода данного видеоролика всё это пофиксят. Но у меня вообще такое ощущение, что, возможно, добавили ещё какой-то новый режим. И если мы сняли в профиль этого аккаунта, то мы просто-напросто спалим этот новый режим. Поэтому разработчики специально его закрыли. Я не знаю, почему. Прямо сейчас напишите в комментариях ваши предположения, как вы думаете, почему нельзя зайти на этот аккаунт. Ну а прямо сейчас, ребята, вы просто проорёте. Знаете почему? Потому что я зайти на этот аккаунт не могу. Ну, посмотреть его профиль. Но личное сообщение я этому аккаунту отправлял. И вы просто будете в шоке. Посмотрите на вот это. Не, ну, конечно, ребята, то, что я писал тестер, вы не считаете. Это я всё писал на стриме и просто рофлил. Но тестер мне первый написал привет. Я в шоке. Ребята, если честно, сами по себе тестеры немножко странные люди. Я ничего против них не имею, но немного странноватые. Короче, смотрите. Есть ещё один клан тестеров. Он называется, это энкор. Так вот, у этого парня запрятан QR-код, да? Если мы по нему перейдём, я говорю, сразу не переходите. Потому что я уже всё сделал за вас. И сейчас всё расскажу. Они придумали прикольный квест. Что же есть в этом квесте? Как вы решите? Что же мы получим? Я прямо сейчас вам покажу. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим ответ на этот квест. Большое спасибо группе Омега. Ну что же, смотрите. Как только мы переходим по QR-коду, мы, ребятки, видим вот такой вот квест. После того, как мы решаем этот квест, у нас получается вот такой вот текст. Потом, как только мы этот текст вводим в YouTube, да, у меня послышалось, именно в YouTube в поиске, нам выдаёт конкретно это видео. И как только мы заходим на этот звуковой шифр, в комментариях мы видим вот такой вот текст. Это будет ещё один шифр. И это, ребята, далеко не всё. Как только вы решаете этот шифр, вас передрисовывают, знаете куда? Вас передрисовывают конкретно на эту группу. Потому что получается вот такой вот текст. И вы просто посмотрите, что мы попали в какой-то секретный клан разработчиков. Но тут есть ещё одна пасхалка и ещё один шифр. Это просто жесть. Ну а после того, как вы всё это решите, я не знаю, как вы всё это решите, и я не знаю, сколько надо иметь свободного времени, я скажу просто ответ. В итоге вам выдаст ссылку. Если мы перейдём в этой ссылке, то мы окажемся в этой группе. Самое интересное, что если бы вы всё это решали сами, вы потратили примерно 7 часов времени. И в итоге, 7 часов времени, ради того, чтобы прочитать вот этот вот текст, можете сами поставить видео на паузу, прочитать, тут нет ничего интересного. Тут только нам намекнули, что будет пулемёт с прицелом. И всё! Ну разве нельзя было нормальную пасхалку нам дать? Ну ёлки-палки! Ну блин, ну почему всегда так? Это что получается? Это второй раз за видео тестеры нас заскамили? Только в первый раз заскамили меня, фейковые. А второй раз заскамили всех нас настоящие. Ребята, конечно же, я рофлю. Большое спасибо тестерам за такой прикольный квест. Ясенпень, я его не выполнял, а просто посмотрел ответы и вам показал. Потому что у меня нет так много свободного времени. Но вы, мои подписчики, прямо сейчас напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового обновления, когда оно выйдет. И самое главное, подпишитесь на мой YouTube-канал. Подпишитесь на мой Twitch-канал! Я там 50 кгалды разъявил. Надо просто подписаться. Все нужны ссылки в описании. Всех обнял-приподнял. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok